всем привет один из знакомых попросил показать как проецируется элементы на поверхности модели чтобы потом они получились на развертки ну допустим на фюзеляже иллюминаторы надписи расшивки различного рода решил загрузить это видео может еще кому будет полезным покажу свой способ там множество способу имеется ну я привык по-своему делать в общем кому интересно оставайтесь приятного просмотра вот у нас есть крыло часть фюзеляжа допустим крыло я сразу подвину это все понятно теперь фюзеляж разбиваем крыло место разбилки пока что я объединяю и часть крыла разбиваем фюзеляжем эту часть крыла мы удаляем ну это не суть важно у вас там может быть свои способы дальше как наносить расшивку вот 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 вы допустим по схемам или чертежам это все будете делать а я на глазок Это у нас будет часть альтерона. Теперь мы разбиваем, обратите внимание, две части я объединил и разбиваю вид сверху. Делаю, разбиваю этими линиями. У нас еще здесь получилось, альтерон виден, мы его вырезать не будем, допустим мы оставляем его у крыла, значит мы его объединяем с крылом. Далее, допустим, мы хотим заклепки нарисовать и часть расширки. Я, конечно, покрупнее рисую, чтобы за ней не было. Не суть важно, чтобы здесь было объяснить идею. Опять же, я это все выношу выше, делаю вид. Ага, эту обшивку я могу даже, чтобы легче потом выделять, сгруппировать. И вот теперь крыло разбиваем, чтобы было видно, разбиваем полностью. Нажимаем на группу этих деталей. Вот у нас видно, что разбились линии. Я их объединяю с крылом. И сейчас посмотрим, что у нас получилось. Разворачиваем, смотрим, чтобы здесь было не разбито. Подставим, но это если на английском. Все равно у нас получается вот такой вот непонятный картинка. Это не страшно. Разбиваем ее. Стоп. Мы будем разворачивать от переда. Значит, копируем. Вид. А эти поверхности. Разбились я. Разбились правильно. Ну, в таком случае просто придется подкорректировать. Мы оставляем эту деталь здесь. А, эту мы вообще все удаляем. Удаляем, потому что это у меня так получилось, она зеркальная. У меня, получается, зеркальная у вас, возможно, по-другому будет. Ну, в сути это больше не меняет. Эти заклепки, которые вот здесь были внутри, я их изначально удаляю. После разбилки. И сейчас сделаем здесь силуэт детали. Вот развертка нашего окрова с заклепками. Все здесь остается. Элерон. Заклепки. Вот расширка. Это линия сгиба, я ее обычно тоже удаляю. Так, что здесь на фюзеляже? Здесь нам надо, допустим, полоса. Эллиминаторы. Эллиминаторы я сделаю крупные. С иллиминаторами вообще должно быть понятно. Раз, два, три. Мы выделяем. Разбиваем. Иллиминаторами. Если нам не важна визуализация модели, то, опять же, я это все соединяю. Если важно, чтобы красивая 3D модель была, то это отнимает время. Мы можем не объединять. Оно все равно на развертках видно. Просто меняем цвет. С иллиминатор. И у нас просто прозрачный иллиминатор. Получается. Но это, опять же, для визуализации самой 3D модели. Далее, что мы делаем. Далее, что мы делаем. Иллиминатором. Визуализация. Иллиминатором. Выстываем. этой полосой. Если визуализация модели не важна, то мы объединяем это все. Если важно, чтобы была красивая 3D модель, то придется нам для начала покрасить, допустим, показать, что у нас красивая 3D модель получилась, а потом же опять объединить. Вот у нас уже есть полоса. Если мы сейчас объединим... Так, у нас задняя часть должна быть отдельная. Сейчас на задней части покажу. Если мы сейчас объединим, то у нас может измениться цвет. У нас этой полосы не видно на 3D модели. Но нужно для себя определиться, что важно, красивая 3D модель или попроще и быстрее сделать развертки. Значит эту часть мы пока так оставим, а эту пока так. Дальше мы делаем дверь в салон. Опять же, я это еще наношу за пределы модели, чтобы было видно мне потом, что выделять. Сюда тоже небольшой иллюминатор. Рисуем полосы. Выделяем. Так. Минуточку. Дверь у нас будет с одной стороны, так что выделяем. Так. Иллюминатора не видно. Мы его тоже вынесем. И выделяем одну страну. И разбиваем обязательно с бокового вида. Разбить. Вот у нас видно, что дверь есть на этой полосе. Опять же она не видна. И теперь мы напишем аэрофлот. Вот он у нас есть. Ок. Вот чуть-чуть больше напишу сделал. Уменьшим. Чтобы оно на нашу подвозку подвистилось. Уменьшим. Закручиваем эту надпись и теперь разбиваем опять только одну страну. Кстати, здесь мы можем объединить пока что, чтобы не путаться двери с фузелляжем. Разбиваем надпись в аэрофлот. Вот она у нас видно, что разбито, но на то, что мы рендером сделали, покрасили для визуализации, у нас уже надпись этой не видно. Поэтому, чтобы проще было работать с моделями, мы это еще объединяем. Вот, как я и говорил, что может поменять на другой цвет. Значит, мы просто сделаем стандартное. нам важнее сейчас развертка сама, чем визуализация. поэтому мы это все объединяем. теперь у нас видна эта надпись. Переносим надпись аэрофлот с другой стороны. разворачиваем. Вот примерно у нас оно получилось. А теперь разбиваем эту сторону. Ну, сначала объединим, чтобы не было проблем с визуализацией. Вот. Объединяем. И шмакаем команду разбить, шмакаем надпись аэрофлот, переходим на боковой вид и правой кнопкой, правой кнопкой меньше. Вот у нас появилась надпись аэрофлот. Это все объединяем. Здесь тоже на стандартный вид. Объединяем. в цепи вверх. Попробуем вот так полностью объединить, что у нас получится. И попробуем развернуть. Вот у нас улучшилось. развертка чуть-чуть пяжа. потому как у нас разбивали мы две части. Эту и эту. У нас не совсем ровная получилась она. Это опять же не совсем важно. Все равно придется нам разбивать ее. вот эту часть. Вот эту часть мы относим. просто отмечем. Дальше. Копируем. удаляем. Это поворачиваем. Вот примерно так. Хотя наверное стоит четко сделать вот так. чтобы не пальцем объяснять а объяснить нормально. сейчас не было проблем опять что-то разобью. Вот эта часть у нас передняя. разобью. 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 заднюю. удалю. чтобы мне не не мешало. и просто развернем опять же гильяш. чтобы было понятнее. Вот когда мы развернули фюзеляж, мы разбиваем и делаем силуэт. Вот у нас развертка, это у нас линия, та, чтобы была синяя. Она не нужна, а вот места крепления крыла. Вот примерно вот так у нас получилось, это мы удаляем и опять же разбили. Сейчас объединяем часть фюзеляжа. Там можно было сразу объединять, когда разбивали. Разбиваем крылом. Вот оно видно, что разбилось и тоже объединяем. И теперь пробуем развернуть, что у нас получилось. В общем, понятно, чтобы попроще работать с разверткой, не нужно рендерить, красить и всякое такое. А просто вот в таком виде создавать развертки. Модель не совсем красивая, но зато намного проще потом работать с ней. Ну, а если для вида, то, конечно, нужно разбивать. Главное потом запомнить эти детали, чтобы объединить вместе. Вот она у нас. Эта деталь развернулась. Но она у нас получилась зеркальной. Иногда такое бывает при разворачивании. Я не заморачиваюсь на стройках. Просто взял, отзеркалил, лишнее удалил. Теперь разбиваем. И вот здесь получается у нас прямо на линии место стыка. А вот это получается низ. Значит, мы берем, относим эту сторону, просто копируем. и подгоняем под общий вид развертки. Ну, бывает правильно развертка развернется, бывает отзеркалится. А теперь мы опять же делаем силуэт. Так что у нас здесь вот это лишнее. Потому что это посадочное место крыла. Дальше мы буквы не удаляли. И вот бывает дублируется по две линии. Для того, чтобы работать в кареле, мы просто эти линии не должны удалить. Вот они на каждой бутве. Но можно было сделать... Я сейчас зайду назад. Можно было еще вот так вот сделать, чтобы просто было потом лишнее удалять. Вот эти буквы прямо здесь удалить, после того, как разбили детали. Часть углубнатора. Чтобы у нас не повторялись линии, мы их удаляем поверхностью. Потому что если переводить в карел потом, то придется помучиться с ним. И вот мы опять же сделаем контур развертки. Там, где мы удаляли буквы, вот у нас уже в одной линии. Эти, где двойные мы удаляем, эти мы объединили. Вот у нас все красиво. Ну и опять же, где остались двойные, это мы можем посмотреть здесь. Вот они. Пробуем даже таким способом удалить. Даляем. Все. У нас везде по одной линии. В общем, примерно так. Расшилка у нас остается на развертке. Заклепки на крыле у нас еще остаются. Ну, я именно всегда таким способом разбиваю, объединяю я не стараюсь переносить линии вот этой командой. Оно можно было, но я не стараюсь переносить. Единственное, что у меня таким способом получились овальные. лиминаторы не совсем круглые и на развертках оно видно. но просто нужно было чуть-чуть не спешить, а вот этот круг хотя бы наклонить, как стоит наклон. вот примерно так. И тогда более-менее круглый проем получается. Ну и на сегодня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, более-менее понятно. Удачи. Удачи. Удачи.